добрый вечер дорогие друзья дамы и господа подписчики гости канала сегодня среда 7 апреля 21 года я вас приветствую в брюсселе и мы продолжаем говорить о политике итак сегодня хотела бы предложить вам в качестве темы для обсуждения ту невероятную ситуацию которая сложила в сша в эти дни где транснациональные корпорации вышли из-под демократического контроля и заявили о себе как независимые политические игроки до этого никогда такого не было они конечно оказывали колоссальное влияние но всегда опосредованно пытаясь по крайней мере формально удовлетворить тем демократическим требованиям тем рамкам на которые существовали и до сих пор официально существуют американском государстве и так все началось 25 марта когда губернатор штата джорджия подписал новый закон о проведении выборов и этот закон прошел обе палаты ассамблеи потому что как вы знаете в каждом штате есть свое законодательное собрание этот закон был обсужден в обеих палатах и несмотря на то что он прошел такой демократический правильный путь он получил крайне негативную оценку со стороны демократов в первую очередь со стороны джо байдена который осудил этот закон на 100 страницах почти что на самом деле этот закон представляет не что иное как свой правил о том как проводить выборы и он был предложен законодательствами не случайно потому что джорджия прославилась своими нарушениями на предыдущих выборах и весь мир видел и снятые на видеокамеры вбросы бюллетеней и там были совершены местными активистами проверки которые выяснили что голосовали люди с кладбищ и даже люди которые были захоронены во времена гражданской войны то есть середине 19 века и конечно чтобы вернуть доверие электорат вернуть доверие граждан этого штата к выборам законодатели решили пойти на такую меру как создание свода правил для того чтобы уменьшить риски мошенничества во время проведения выборов и вот этот новый свой правил который в частности содержит требования предъявляется карту идентичности они просто отправляют бюллетень по почте эти правила вызвали бурю гнева не только у демократов не только у джо байдена но и также у американских транснациональных корпораций все началось конечно с того что и джо байден осудил этот закон как не отвечающий американским ценностям демократическим его поддержали но уже в стиле крещендо другие демократические политики в частности эльхан амар вы знаете невозможно спутать ни с кем это женщина которая носит тюрбан и которая говорит о том что раз у нее есть свобода у нее есть также свобода быть несвободной и продолжать в сомалийском стиле носить платки и тюрбаны хотя в принципе конечно логически можно предположить что она должна была обрадоваться свободе который существует сша и сорвать себя платок но этого не произошло она клялась на коране принимала присягу в палате представителей то есть это очень оригинальный человек я считаю что ее взгляды будучи она ультралевая и взгляды заслуживает особого внимания но и в этой ситуации она также отличилась она сказала что этот новый закон штата джорджия который требует от голосующих от избирателей предъявлять свою карту идентичности является ничем иным как чистым отражением расизма и белого превосходства до расизма белое превосходство часто идут руку об руку я хочу сделать отдельное видео по белое превосходство она у меня очень интересует и продолжая эту тему получился некие получилось некая атака демократов на этот закон потому что они обвиняют республиканцев в том что это законодательство ущемляет права цветного населения потому что у них нет карты идентичности соответственно это касается чернокожих избирателей так называемых это американские термины я вынуждена их переводить потому что именно так они сами и говорят демократы что это касается латинос это касается чернокожих избирателей у них нет карты идентичности поэтому не надо у них просить то чего у них нет и это ограничит именно возможности этой категории избирателей во время выбора в штате джорджии но конечно тут на ум приходит республиканцам правила в демократических штатах например нью-йорке где карта идентичности является обязательной и там намного более сжатые сроки для голосования но кого это волнует это это риторика которая повторяется всеми центральными сми потому что она преследует конечно множество целей не только атаку непосредственно на этот закон который упорядочивает правила голосования но это также отвлекает публичное публичное внимание от того что происходит на границе с мексикой не стоит забывать что это очень интересно создавать новый кризис а потому что тогда избиратели или в этой ситуации избиратели ноутбинское общество забывает временно о предыдущем потому что настоящий момент продолжается кризис на фактически открытой границе с мексикой текут потоки не только беженцев которые которые пытаются начать новую жизнь мечтают о новой жизни которые устали от войны с наркокартелями но и также эту ситуацию как я уже говорила активно используют наркокартели для того чтобы расширить свои инфраструктуры в сша но теперь конечно это не фокусе как вы знаете сенатор тед круз даже не смог провести съемки того что там происходит на границе с мексикой то есть демократы пытаются это скрывать потому что потоки нелегалов продолжают течь и цифра 150 тысяч в марте это только рапорт это только те люди которые попали на радары сколько на самом на самом деле людей пересекло границу неизвестно но теперь конечно внимание уже не к границе с мексикой а тем более что вроде как администрация байдена обещает подумать над продолжением строительства стены вернее достройки поэтому внимание к этому кризису ослабевает и переключается на другой кризис который создан демократами с тем чтобы атаковать республиканцев им это очень интересно потому что вот эта позиция непрерывной атаки является прекрасным способом защиты от так сказать критики открытики которые вполне заслужены потому что очень много проблем были созданы указами джон байдена но теперь это все не фокусе теперь фокусе так называемые российские законы избирательные которые введены в штате джорджи и тут я подхожу главной теме который я предлагаю обсудить поведение транснациональной корпорации потому что я считаю что это самое интересное самое невероятное потому что транснациональной корпорации всегда до этого действовали предложенных задуманных в легальных рамках то есть транснациональной корпорации как любые компании любые другие игроки действовали через систему лобби система лобби является регулируемой существуют законы правила этические правила свод этических правил как у врачей как у адвокатов лоббистов тоже то есть это эта система которая была хорошо и давно отрегулирована конечно я знаю что среди вас есть те кто меня поправит скажут что в лобби очень много теневых сторон да это так но в целом в целом эта система отрегулирована она работает в течение многих лет и ее можно было совершенствовать но вместо того чтобы ее совершенствовать от этой системы фактически транснациональной корпорации отказываются джейпи морган кока-кола дельта сиско и так далее я был уже этот список кто интересует кого-то интересует может посмотреть туда же кстати присоединился и mercedes benz и и и многие другие производители машин автомобилей авто пром в том что вот эта позиция тнк как независимых политических игроков рвется демократической традиции потому что они больше не подчиняются демократическому контролю они вступают в открытую фактически войну с республиканской партии сша но не только потому что они позволяют себе атаковать законодательное собрание то есть они они пытаются бойкотировать орган власти орган не просто власть орган народовластия потому что этот закон прошел ассамблею то есть законодательное собрание и этот закон создали и утвердили никто иной как представители американского народа то что делают сейчас транснациональной корпорации они подминают под себя американское государство они подминают под себя демократию потому что они отрицают право народа на закон о творчестве то есть их этот закон по каким бы то ни было причинам не устраивает и они призывают к бойкоту никого иного как народных представителей законодательного собрания которое представляет интересы американского народа потому что речь здесь не не только и не столько про республиканскую партию а про то что в этом штате есть свой орган народ народа власти и деятельность этого органа народа власти вызывает неудовольствие транснациональных корпораций которые уже не стесняются они не пытаются лоббировать свои интересы они не пытаются это делать в рамках той системы которая существовала до сегодня они прямо и в лоб атакуют американское народа власти это конечно не бывалая ситуация я внимательно прослушала интервью с президентом трампом это было телефонное интервью я тоже спрошу на него ссылку вам и рекомендую его послушать потому что президент трамп говорит о том что конечно не остается выхода кроме как симметричного ответа потому что если транснациональные корпорации идут на такую меру они противопоставляют себя американским избирателям американскому народу то есть они в принципе не должны быть политическими актерами у них нет на это мандата от народа то есть это полный нонсенс что они вдруг оказываются игроками политическими игроками конечно они таковыми являются но я бы сказала они являются замаскированными игроками они всегда действовали как бы добровольно подчиняясь существующим в демократическом государстве правилам и президент трамп говорит о том что нас больше он имеет в виду не только республиканскую партию но и республиканский электорат и если транснациональные корпорации жаждут этой конфронтации то у избирателей то у американского народа который голосует за республиканскую партию нет никакого другого выхода как адекватно и симметрично ответить на эту инициативу транснациональных корпораций и соответственно прекратить пользоваться их услугами покупать их товары и так далее то есть мы видим что кризис сша углубляется и этот кризис представляет собой ничто иное то есть это не не конфронтация просто между двумя политическими партиями это намного более сложная баталия это баталия между американским государством между народом власти между демократическим правлением и транснациональными корпорациями такие как такими скажем как кока-кола которые делают 70 процентов своих доходов вне сша которые успешно подминают под себя американское государство преследуя свои узкокорыстные скажу так цели меня интересует конечно ваше мнение особенно наших американских собеседников как они это переживают с сша потому что конечно такое такая атака на демократию будет иметь крайне негативные последствия и для жизни европейских государств и для евросоюза и для нас всех я желаю всем приятного вечера и жду ваших комментариев а